Рекордные урожаи собирают в Рязанской области. Своеобразный ответ западным санкциям вырастил садовод-любитель Галина в собственном огороде. Болгарский перец, вес которого составил 650 граммов. Так, посмотрим, сколько он весит. Сейчас он весит 643 грамма, но так как он уже пролежал в холодильнике 4 дня, естественно, он влагу потерял по законам природы. Два года назад фермеры из Израиля обратились в Оргкомитет Книги рекордов Гиннесса с просьбой занести в нее сельскохозяйственное достижение. Им удалось вырастить перец весом в полкило. К идее зарегистрировать свой овощ Галина отнеслась с юмором. А был он, вот там вот, оперся на эту вот стенку теплицы и сидел. Я говорю, когда подошла, я не поняла, он вот этой стороной виден, с плодоножкой. Один-то я оторвала, а можно было бы еще бы два, видите, показали бы. Но я не знала, а может и на ветке надо было оставить, чтобы еще больше подростков. Решили в субботу, наверное, мы сделать заправки с мужем. И пошли собирать перец. И случайно наткнулась вот на это чудо, даже не поняла сначала, что это такое есть. Ну вот, пришли домой, решили взвесть. Оказалось, что он весит 654 грамма. Ну а дальше простое любопытство. Решили узнать, сколько весит самый большой перец в мире. Полезли в интернет. Оказалось, что рекорд принадлежит израильским фермерам с перцем весом в 500 граммов. А наша оказалась на 154 грамма больше. Так получилось, что это, наверное, наш ответ дачных рязанцев, рязанских дачников, как ему, израильским фермерам. Садовод выращивает культуру, как говорится, для себя, поэтому особой практики и техники не использует. Главным принципом называет только один – органические удобрения и никакой химии. Что вырастет, то вырастет, говорит она. И на овощ смотрит без гордости, но с удивлением. Это вот, получается, от магазинного я сажала, супермаркет который. Мы съели его и посадили. Вот он. Но вырос он там, вон, на маленьком, на самом. Нет, мы относим себя к садоводам горе-любителям, вот так скажем. Что делать с перцем Галина пока не решила. Непонятно, трактовать его как курьез природы или собственное достижение. Кстати, попасть в книгу рекордов Гиннесса не так уж и просто. Как минимум, необходимо создать комиссию и зафиксировать рекорд в присутствии свидетелей, обладающих правом вставить печати. Затем составить протокол, отправить его в редакцию книги, а также иметь в виду, что никакого материального вознаграждения за рекорды не полагается.